Десна-ТВ Выставка к юбилею Святейшего Патриарха Прошу отнести планки для ответов к жюри Интеллектуальная игра в 4-й школе А теперь об этих и других событиях подробнее. Общественная палата Смоленской области провела нулевые чтения по проекту бюджета 2017 года. Такая форма обсуждения применялась в области впервые. Прозвучавшие на слушаниях предложения и рекомендации будут обобщены в единый документ и переданы в администрацию области и региональную думу. Ситуация с лекарственным обеспечением льготных категорий граждан в регионе стабильная. Об этом рассказала на брифинге начальник отдела областного департамента по здравоохранению Елена Макарова. Обеспечены всем необходимым и пациенты с редкими заболеваниями. Их в области 63, в том числе 40 детей. Завершился предварительный отбор строительных организаций, которые имеют право участвовать в конкурсах на проведение капитальных работ в многоквартирных домах региона. Из 102 желающих попасть в реестр добросовестных подрядчиков вошли только 47 компаний. Остальные не соответствовали требованиям, главный из которых – опыт работы и положительная репутация. Капитальный ремонт приходит и в деревни. В региональную программу в этом году включили 34 многоэтажных дома, расположенных в сельских поселениях области. Практически во всех ремонтные работы уже завершены. Всего за 30 лет в сельских поселениях области будут капитально отремонтированы более тысячи многоквартирных домов, большинство из которых сегодня не обслуживается никакими управляющими компаниями. С 17 ноября свой профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные полиции. Как он прошел, расскажем в нашем следующем сюжете. Свой праздник участковые нашего города отметили на рабочем месте, выполняя служебные обязанности. Всего в отделе участковых уполномоченных Десногорской полиции служат 8 сотрудников. За каждым из них закреплена территория, на которой они знают каждого проживающего гражданина. Согласно приказу у нас ежеквартально проверяется подучетный элемент. Ежегодно обходится, по квартирные обходы делается в течение года, должно обойти каждого человека. Служба участкового нелегка. Они проводят не только профилактическую работу, но и принимают участие в уголовных и административных расследованиях. За добросовестное исполнение служебного долга и высокие показатели в служебной деятельности. В свой профессиональный праздник два участковых уполномоченных Десногорска – Константин Иванцов и Альберт Персаидов – получили почетные грамоты от начальника управления МВД России по Смоленской области. В течение двух дней в Смоленском государственном медуниверситете проходила вторая международная научно-практическая конференция по вопросам микроциркуляции крови. Ученые-биологи, представители крупных научных институтов, медицинские работники, фармацевты из различных городов страны, а также Абхазии, Белоруссии и Дании обсудили результаты клинических исследований микроциркуляции и проблемы, связанные с практическим использованием в медицине научных разработок в этой области. В рамках конференции прошли выставки диагностической аппаратуры, лабораторного и клинического оборудования. В сети появилось видео ограбления магазина «Евроторг», что в третьем микрорайоне Десногорска. На записи с камеры видно, как трое подростков берут с полок товар и прячут его в рюкзак, рукава, куртки и карманы. Инцидент произошел 10 ноября около 8 часов вечера, комментирует майор полиции Светлана Романова. В данном ролике зафиксировано двое несовершеннолетних жителей города Десногорска и одно лицо, достигшее к моменту совершения противоправного деяния 18 лет. Ребята состоят на учете и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и в отделе полиции города Десногорска. Были ли подобные случаи уже на этим счетах? Да, были, это не первый случай. В отношении данных лиц, совершивших преступление, возбуждено уголовное дело, а в настоящее время проводятся следственные мероприятия. 20 ноября святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл отмечает свой 70-летний юбилей. К этой знаменательной дате Десногорская центральная библиотека подготовила выставку «Портрет. Патриарх русского возрождения». Она знакомит с жизнью и деятельностью, а также трудами патриарха Кирилла. Подробности в нашем сюжете. Выставка расположилась в читальном зале библиотеки и состоит она из пяти разделов. Большое место на выставке занимают книги и журналы о святейшем патриархе Кирилле в миру Владимир Гундяев и его семье. Раздел выставки «Через Смоленск. Я узнал всю Россию» посвящен годам служения патриарха Кирилла на Смоленщине. Нам, Смолянам, приятно то, что на протяжении 25 лет его деятельность связана была со Смоленщиной. Мы можем в какой-то мере считать его нашим земляком. Неоднократно патриарх посещал наш город. Он приезжал на освящение атомной станции, на закладку камня будущего храма и на освящение его. И многие жители нашего города могли присутствовать на пастерской службе, которую он проводил в честь освящения храма всех скорбящих радости. В разделе «Храните веру в сердцах» представлены выступления и высказывания патриарха по актуальным вопросам церковной и общественной жизни. Неоднократно его святейшество указывало на то, что не может быть современного христианина без чтения. Поэтому и выставка предлагает читателям большой пласт православной литературы. Она представлена в разделах «Свет православия» и «Живой родник православной книги». Почти каждый раздел выставки содержит богатый фотоматериал. Юбилейная выставка, посвященная 70-летию Святейшего Патриарха, будет работать месяц. Для чтения можно взять любую книгу или журнал прямо с выставки. Объединению смоленских архитекторов исполнилось 60 лет. Этому юбилею посвящена выставка архитектурных разработок, которая открылась в КВЦ имени Тенишевых. В Смоленской организации «Союз архитекторов России» сегодня 32 профессионала высшей пробы. И еще один юбилей российскому фонду мира 55 лет. В день юбилея наиболее отличившиеся члены смоленского отделения получили награды. Это работники сферы образования, культуры, представители духовенства и другие неравнодушные смоляне. Интеллектуальные игры в 4-й школе нашего города проводятся часто. 17 ноября старшеклассники проверили свою эрудицию в игре «Что, где, когда». Итоги в нашем сюжете. В игре принимали участие команды 9-х, 10-х и 11-х классов. Проходила игра в два раунда, в каждом по 10 вопросов. Вопросы на этой игре очень разнообразные, тематика тоже разная. Есть немножко как раз-таки вопросы с юмором, и дети над этим почему-то ломают голову. Видимо, такие легкие вопросы им удаются более сложнее, а посложнее вопросы, конечно, им легче. За право называться самой эрудированной командой в школе шла отчаянная борьба. В процессе обсуждений ребята с трудом сдерживали эмоции. Мы участвуем в таких играх, стараемся, по крайней мере, частенько играть. Состав каждый раз меняется, но мне лично нравится такой состав. Ребята веселые все. Мы думаем очень четко, стараемся. Работа у нас слаженная, дружная. Все советуемся друг с другом. Все очень нравится. По итогам жюри обозначило победителей. Первое место у команды 11-го Б-класса. Второе место разделили команды 9-го Б и 10-го А-классов. Команды за участие в игре «Что, где, когда» были отмечены дипломами, кубками и почетными грамотами. 18-го ноября празднует свой день рождения Дед Мороз. Конечно, это личное дело каждого – поздравлять этого бородатого мага, у которого в Великом Устюге есть своя резиденция или нет. Но в нашем мире, когда мы все меньше верим в чудеса, немного сказочного настроения совсем не повредит. В России день рождения волшебника принято отмечать с ноября 2005 года. Но подлинную дату его рождения не знает никто. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok